На встречу по увековечиванию памяти Анатолия Николаевича Быкова собрались руководители города, представители профсоюзных ветеранских организаций, члены общественной палаты, работники городского музея с тем, чтобы обсудить, что и в какой форме может хранить память о первом всенародно избранном главе. Анатолий Николаевич Быков – человек, который в течение почти 28 лет руководил городом, строил и созидал. Его жизнедеятельность могла бы уложиться в большую интересную книгу, отражающую целую эпоху страны. Он не стал потребителем власти. Ему было некогда завоевывать словесную популярность. Он жил другими мерками. Ему хватало дел, на которые уходило к тому же и все его личное время. Ему претила пустая болтовня, он жил по совести и мыслил конкретными категориями. Реалист по натуре Анатолий Николаевич стал столпом исторического прошлого города. Личности такого масштаба, его образу мышления всегда была свойственна содержательная составляющая. Он не жил рейтингами, не боролся за узнаваемость. О таких людях надо знать больше. О том, как увековечить память, шла речь на совещании. Учитывая выступления присутствующих, были приняты во внимание предложения о названии новой улицы имени Монатолия Быкова, о мемориальных плитах в фойе здания городской администрации и на огнеупорном заводе, о закладке «Зеленой аллеи», названной в его честь. Кроме того, инициативная группа осмотрит предложения об учреждении премии лучшему управленцу, которая будет торжественно вручаться на дне города. Инициативная группа соберется в ближайшее время, чтобы определиться с окончательным решением. Мемориальную плиту в здании городской администрации решено открыть уже к 80-летнему юбилею, 26 октября. А пока табличка с его фамилией и инициалами по-прежнему прикреплена к двери одного из кабинетов. Газион, будучи уже на заслуженном отдыхе, продолжал работать и встречаться с людьми. Субтитры создавал DimaTorzok